Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Летние каникулы завершены. Чем порадуют детей самарские школы и детские сады? Какие инновации внедряют в системе образования городского округа Самара? Как организована система безопасности в учебных заведениях? В нашей студии заведующий детского сада комбинированного вида номер 2 городского округа Самара Мария Шефегулина и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей «Престиж» Алексей Отапин. Мария Александровна, Алексей Александрович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к вам в студию. В начале программы я хочу поздравить вас с наступающим новым учебным годом. Летние каникулы, которых, конечно, долго ждали, благополучно завершены. И, собственно говоря, завтра дети приходят в школы, дети приходят в детские сады. И, вы знаете, в начале программы предлагаю сейчас посмотреть короткий сюжет. Мы узнаем вообще общие цифры, что у нас происходит в городском округе Самара, а затем уже поговорим конкретно о ваших учебных заведениях. Хорошо. В новом учебном году Самарские школы готовятся принять 128 тысяч детей, из которых 15 тысяч – первоклассники. В образовательных учреждениях города прошли проверки, по итогам которых все школы, детсады и организации дополнительного образования признаны готовыми к безопасной и комфортной работе. Совсем скоро будет 1 сентября, День знаний. Мы, конечно, с нетерпением ждем наших школьников, и проведена достаточно серьезная работа по подготовке школ к новому учебному году. Мы традиционно ремонтировали пищеблоки и столовые, мы ремонтировали кабинеты и кровли, мы ремонтировали спортивные объекты и ограждения и много-многое другое. Безусловно, все учебные заведения, это касается и общеобразовательных школ, и дошкольных учебных заведений, и школы искусства, спортивные школы, все прошли проверку, и абсолютно все признаны готовы к новому учебному году. По распоряжению главы города в связи с начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом, в школах сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Все учреждения по-прежнему должны оснащаться средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Уважаемые гости, давайте поговорим о ваших конкретных учебных заведениях. С чем встречаем новый учебный год? Какие работы выполнены во время каникул? Наверное, вопрос в значительной степени к вам, Алексей Александрович, потому что школы традиционно занимаются ремонтом летом, а детские садеры работают как бы 12 месяцев в году. Ну да, лето для нас пора ремонтов, пора преображений, когда мы пытаемся сделать в своем образовательном учреждении что-то новое, преобразить его, ну и подготовиться к следующему учебному году, выполнить какие-то свои текущие работы. За этот год мы хорошо подготовились, и за летний период мы смогли провести капитальный ремонт холла в лицее, мы смогли подготовить косметический ремонт нескольких кабинетов, открыли один новый кабинет дополнительный для начальной школы, и сделали капитальный ремонт нескольких коридоров, когда мы смогли обновить покрытие, стен. То есть мы готовы целиком принимать ребят для того, чтобы они занимались в комфортных условиях и могли обращать внимание на ту информацию, которую получают от учителей, а не на те условия, которые, например, для них были бы неудобными. Ну то есть как бы проверку школы прошла, все, то есть благополучно, и с 1 сентября все в работу. Приемку прошли, все у нас хорошо, замечаний каких-либо не было, мы полноценно готовы к новому учебному году. Мария Александровна, а вот у вас как обстоят дела? Потому что вам в этом смысле, насколько я понимаю, несколько сложнее. У вас нет такой возможности, чтобы вот одновременно все дети на 3 месяца вышли из стен школы, и, соответственно, можно было вот в это время работать. Но, тем не менее, лето – это такое время года, когда не все дети посещают детский сад, и выпускники у нас уже начинают в начале лета кто-то отчисляться из детского сада, группы закрываются, мы можем в этот период проводить ремонтные работы. Вот, к счастью, у нас в этом году не планировался ремонт, у нас все-таки относительно молодое учреждение, нам всего 4 года в этом году. Да, ну, можно сказать, новые с иголочки. Да, поэтому мы в этом году ремонты не проводили, а основное наше направление было на развитие предметно-пространственной среды в детском саду, вне группового пространства территории детского сада, поэтому мы обогащали вот какие-то разные зоны для работы с детьми в летний период. То есть предметно-пространственная среда – это, грубо говоря, то место, где дети… Вот что вы там делаете? То есть мы оформляем сейчас в рамках городской проектной площадки вне групповые помещения, то есть коридоры. Они у нас позволяют, они широкие, и дети могут заниматься не только в группе, но и выходить за территорию группы и проводить занятия или какие-то мероприятия. Педагоги могут с детьми или с родителями вот вне групповых пространствах, то есть в коридорах. Они у нас все тематические. Мы сейчас готовим базу такую методических пособий интерактивную для того, чтобы не только воспитатели могли работать с детьми, но и родители, например, со своими детьми могли уделить 10-15 минут после того, как забрали ребенка и посмотрели, например, что-то интересное или какую-то информацию почитали. Поэтому у нас такая работа организована. На самом деле работа очень важная. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, уже известно, что чем раньше мы начинаем заниматься образованием детей, тем, наверное, потом они будут успешнее, они в школе потом начинают лучше обучаться. Вот завершен прием, то есть, собственно говоря, завтра у нас начинается учебный год и в школах, и в детских садах. И, наверное, самый болезненный вопрос, самый сложный вопрос для родителей. Сколько открыли первых классов? Сколько вы взяли, так сказать, соответственно, в ваши самые младшие группы детей? Смогли ли принять всех, кто живет рядом вот с лицеем, с вашим детским садом? Ну, давайте я расскажу. Лицей не совсем принимает так же, как и обычные школы. У нас немного отличается прием. У нас нет конкретной территории, которая закреплена за нами. За нами закреплен весь город Самара. И поэтому мы можем принять ребят со всего города Самара, соответственно, на тех же условиях, как и осуществляется прием в обычной школе. Через электронную очередь, через электронные услуги мы осуществляем регистрацию заявления, ну и, соответственно, оформляем дальнейшем документы. У нас в этом году было запланировано два класса, 56 ребят мы приняли. Потом мы изыскали возможность и открыли дополнительный третий класс. Благодаря этому мы смогли принять еще 28 ребят. Учиться у нас они смогут уже с 1 сентября. Был подготовлен новый кабинет. На этом месте раньше было просто техническое помещение. Полноценный кабинет, который оборудован по последним требованиям, примет дополнительный третий класс для того, чтобы мы могли максимально удовлетворить потребности тех родителей, которые планируют отдать к нам ребят. Понятно, что у нас заявлений больше и желающих больше учиться в лицее, чем мы можем принять. Но мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы максимально принять ребят и дать им хорошее, качественное образование. Мы в этом году открыли дополнительную группу для детей от двух до трех лет. У нас было две группы в прошлом году, в этом году три. И сколько в каждой группе? Общая численность детей. Группы разные по площади, поэтому численность везде разная. Общая численность у нас 100 детей от двух до трех лет. Какой большой у вас детский сад? 100 детей, ведь это большая цифра. Плюс мы в этом году открыли группу, набрали детей в группу от трех до четырех лет, из очереди забрали, и от четырех до пяти лет. Нам повезло в этом году, мы выпустили пять подготовительных групп, и вот на эти места мы набрали этих деток. Поэтому в общей картине по нашему учреждению мы всех желающих приняли в детский сад. У нас есть еще такой плюс у дошкольных учреждений, что у нас комплектование детей проходит в течение всего года, не раз в год. И поэтому вот сегодня мы уже закрываем то комплектование, которое прошло в течение лет. Несколько комплектований прошли. И с первого сентября в ближайшие комплектования на вакантные места будут комплектоваться дети, которые, например, допустим, направлен ребенок в детский сад, но не устроил территориальное место расположения, или переехала семья, допустим, к нам. Ну, жизнь меняется, понятно, да. И добавляются дети, и на вакантные места уже будут набираться дети из очереди следующие. Ну, тем более, у вас ведь как бы и территориально ваш детский сад расположен, вы ведь находитесь... Не очень удобно, но... Ну, как бы там очень большое компактное проживание людей. Да, но... Я имею в виду Красный Ключ. Да. Наш детский сад находится в микрорайоне Крутые Ключи. Крутые Ключи, да. Да, и у нас особенность такая, учреждение расположено на границе, где заканчивается городской округ Самара, и начинается уже Волжский район, это уже Кошелев парк. Застройка рядом с нашим детским садом не такая массовая, как, например, в Крутых Ключах или в Кошелев парке, поэтому к нам могут попадать дети, могут быть направлены дети, но, например, родители могут отказываться, потому что мы находимся за железнодорожным переездом, и не всегда родителям это удобно. То есть они могут захотеть попасть вот в тот детский сад, который непосредственно в Крутых Ключах? Да, 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 да. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, там это, конечно, такая вот субъективная вещь, ну, там, на самом деле, не так далеко, и, как бы, если есть необходимость и желание, в общем-то, все рядом. Да, если есть необходимость, желание, то, конечно, без проблем, мы всегда только рады, и мы всегда очень огорчаемся, если вдруг из-за территориальной только составляющей родителей от нас уходит. Мы при этом стараемся сделать все условия, чтобы родителям именно нравилось, и детям нравилось, и было интересно. У нас очень такая бурная, интересная жизнь, творческая в детском саду для детей, для родителей, но, тем не менее, все-таки жизнь есть жизнь, и иногда комфорт родители выбирают. Вот важный момент. Вы сказали, что вы расширяетесь, у вас увеличено количество, и вы больше детей взяли, и вы третий класс открыли. А кадровый вопрос в связи с этим, потому что это означает, что нужен еще один преподаватель начальных классов. Вам, соответственно, нужен еще один специалист. Вот решаете вопрос? Да. У нас более-менее стабильный коллектив. Если у нас и есть какие-то вопросы с нехваткой педагогов, чаще всего в нашем случае приходят наши же педагоги, которые живут в крутых ключах. К нам редко, когда ездят откуда-то из других районов. Ну, это логично. Либо мы, например, учим своих людей. Если приходит, допустим, младший воспитатель на работу, и мы видим, что человек способный. С потенциалом. Да, с потенциалом, творческий, активный и готов учиться. Детей любят самое главное. Детей любят. Вот этот момент важный. Да, да. Поэтому мы, конечно, ему открываем двери, и мы только за, мы всячески поддерживаем. Обязательно мы реализовываем наставничество, мы прикрепляем этого человека после того, как он закончит обучение к более опытному педагогу, и определенное время, то есть он под крылом опытного человека находится. То есть какие-то консультации, рекомендации, то есть это все выполняется, и участвует в конкурсах очень активно. Поэтому вот эта работа, да, у нас ведется. Ясно. Алексей Александрович, вот у вас как в этой ситуации? Потому что третьего преподавателя начальных классов нашли? Ну, если про школу говорить, то, конечно, да, у нас достаточно такая актуальная проблема найти педагога. Причем найти не просто педагога, а хорошего педагога, который действительно, как вы сказали, заинтересован в том, чтобы работать в школе, который действительно хочет заниматься с детьми и хочет давать им что-то новое, что-то, то, чего они раньше не знали. Конечно, мы нашли учитель начальной школы. Мы постоянно находимся в поиске, действительно. У нас идет расширение, мы увеличиваем количество ребят. Каждый год мы добираем в другие классы, мы принимаем в первые классы. У нас ребята из девятого класса в большинстве своем переходят в десятый класс, поэтому мы сохраняем то количество, которое есть, и еще чуть-чуть всегда добираем. Поэтому педагоги, конечно, нам нужны. Учителя высококвалифицированные, опытные, есть молодые педагоги. К сожалению, не так часто молодые педагоги после вузов приходят сразу на работу в школы. Я думаю, в детских садах такая же проблема. Но если педагог действительно пришел и заинтересованный, то мы оказываем всестороннюю поддержку, то же самое наставничество. Есть поддержка из стороны области, из стороны губернатора в виде финансовых каких-то выплат, помощи. Поэтому если молодой человек, молодой педагог хочет заниматься педагогической деятельностью, то условия для него создаются. Мы конкретно в нашем лицее создаем условия. Ну и я думаю, в области эта помощь видна. Ну и, кстати, знаете, важный такой момент. Особенно это касается школ. Очень хорошо, что руководитель... Это мое личное оценочное осуждение в данном случае. Но очень хорошо, что руководитель образовательного учреждения мужчина. Потому что, к сожалению, опять же, мое личное мнение, у нас все-таки в значительной степени в системе образования у нее женское лицо. А оно должно быть более мужским. Потому что, ну, во-первых, это просто нормальная-то жизнь. А во-вторых, ну, мужчинам в школе необходимы. Я вспоминаю тех учителей мужчин, которые учили меня. И я им сейчас благодарен. Потому что я понимаю, что они давали очень многое. И очень нужное, на самом деле. Вот это, наверное, тоже тот вопрос, которым необходимо заниматься, если мы хотим вот что-то такое развивать в системе образования хорошее, настоящее. Ну, сейчас действительно есть какие-то шаги для того, чтобы и мужчин привлекать в образование. Если говорить о изменениях, то сейчас услугу образования переименовали. Теперь мы уже не оказываем услуги, а мы действительно занимаемся обучением ребят. Это может быть такой немного формальный, но уже тот первый шаг, который позволяет действительно говорить о престиже профессии, который позволяет и привлекать педагогов, и в том числе педагогов-мужчин, которые заинтересованы работой в школе. Еще раз, Алексей Александрович, то есть я правильно понял, что вот эта знаменитая фраза «Мы оказываем образовательную услугу» – все, про это можно забыть. Все, мы теперь учим ребят, мы образовываем их, но не услугу оказываем. Это очень важно, потому что на самом деле это принципиально другая позиция. То есть это не позиция обслуживающего персонала, уж простите за этакое слово. Потому что оно, к сожалению, складывалось, складывалось, складывалось. Я считаю, мое личное мнение – это глубоко неправильно, не должно быть такого. Вот на ваш взгляд, какие тенденции в образовании нужно отметить? Что нового будет вот в этом учебном году? В этом учебном году, ну, понятно, что сейчас пошел упор на… У нас в области всегда была техническая специфика, и мы готовили, вот если мы говорим про лицей, то мы пытаемся готовить будущих инженеров, людей, которые будут проектировать производство, которые будут участвовать в этих производствах. Мы старались, ну, соответственно, упор давать больше там на математику, на физику, на какие-то более технические специальности. В этом году вот новое направление, благодаря, опять же, изменениям в структуре экзаменов, в правилах приема вузов появляется актуальный предмет – информатика. Если раньше этот предмет был не так востребован, сейчас этот предмет становится на один уровень – с физикой, с математикой, когда благодаря хорошим результатам экзаменов по этому предмету можно и поступить в вуз, ну и, соответственно, получить специальность. То есть основной тренд, если мы говорим про образование, про направление образования, то это IT, информационные услуги, ну и, соответственно, техническое направление мы также продолжаем поддерживать и развивать. Ясно. У вас как обстоят дела? Потому что, на самом деле, ведь, наверное, нужно, ну, я считаю, с двух-трех лет уже начинать заниматься. Вообще… Прививать вот эту культуру. Вообще, дошкольные учреждения, возможно, у кого-то складывается мнение, что в детском саду невозможно реализовывать какие-то инновационные проекты. Наш детский сад в этом плане очень активный. У нас шесть проектных площадок различного уровня. Мы полностью погружены в инновацию. И она очень такая разносторонняя. Конечно, основное направление у нас техническая направленность. У вас в детском саду? В детском саду, да. У нас всероссийские площадки. Мы реализовываем программу от Фребеля до робота растим будущих инженеров. Мы работаем также в площадке мастерская фан-кластика. Это тоже конструирование и с элементами программирования. Поэтому также у нас еще есть одно направление – это музицирование. Мы в прошлом году вступили в эту площадку. Интересно. Детей учат играть на свиреле, не изучая нотную грамоту. То есть интересный очень подход. И у нас очень педагоги этим увлеклись, музыкальные руководители. Да я бы, в общем, даже попробовал. Интересно, на самом деле. Да. Просто жалко, что не предлагали. Основное у нас направление – тоже техническая направленность. У нас вообще дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников от 5 до 7 лет. В этом году мы хотим попробовать охватить конструированием робототехника и детей от 4 лет. То есть у вас все оборудование, все это есть? Да, у нас есть оборудование, которое предназначено конкретно для детей 4-летнего возраста. Конечно, там элементарный… Да я понимаю, но сомневаюсь. Да, алгоритмика. Запрограммировать модель техническую, чтобы она доехала до какой-то цели по полю. Но на самом деле это очень сложно, но некоторые дети, конечно, справляются. Некоторые с помощью, но все-таки мы решаем проблемы, если они возникают. Просто это очень интересно. Представляю, как ребенку, когда вот он раз, и вот этот робот начинает ему подчиняться. Это же, ну, это вообще меняет мышление. Ну, и вообще, конечно, давно уже есть необходимость в технических профессиях, и мы знаем, что школы, они активно реализовывают эти формы, эти направления. Детские сады, я считаю, что не могут быть в стороне, потому что преемственность из детского сада в школу, она должна быть. И наши дети не факт, что пойдут в соседнюю школу, где живут, потому что родители могут переезжать в другие районы города и в другие города даже. И, конечно, это большой плюс, если ребенок занимался в детском саду и понимает, что такое конструирование робототехника, программирование какое-то элементарное. И если он переходит в школу, ну, там, допустим, даже вот к Алексею Александровичу, да, и у них есть направление тоже программирования и робототехника, конечно, этому ребенку там будет проще, он будет в своей среде находиться, и он быстрее включится в эту работу. Поэтому, конечно, мы эту работу тоже проводим. Ну, вообще, очень здорово, на самом деле, вот, что это сейчас этим занимаются одновременно и детские сады, и школы. Вот это такая преемственность, она, на мой взгляд, необходима. А, кстати, вот, ну, вообще, что такое, на мой взгляд, инновационная деятельность в образовании сейчас? Инновационная деятельность? Да. Ну, можно подумать, что инновационная деятельность – это новые какие-то, там, робототехника, может быть, какие-то новые оборудования, новые еще что-то такое, какое-то оборудование, которое нужно приносить в образовательный процесс. Я не совсем с этим согласен. Инновационная деятельность – это возможность представить привычный нам урок, например, или занятие немного в другой среде, провести его в другом формате, провести его, например, с использованием каких-то интерактивных игр или с использованием каких-то форм проведения урока. Пусть это будет урок квест, пусть будет этот урок, как в детском саду, например, проводят, пусть это будет урок не в классе, не в группе своей, а в другом пространстве, например, в коридоре. Почему бы там около каких-то наглядных пособий, наглядных материалов не рассказать о нашем регионе, о нашей символике. Это будет и для ребят интересно, и потом, когда они будут постоянно мимо вот этих материалов проходить, они будут уже знать, зачем они здесь висят, о чем там говорится, и могут уже друг по другу передавать информацию. Поэтому инновационные методы подхода к обучению – это не всегда новая техника или какие-то затратные покупки, это новый подход, новый взгляд на то, как можно учить ребят. При этом я, наверное, даже скажу, что я против каких-то инноваций ради инноваций. Инновации должны быть какими-то обдуманными, здравыми и взвешенными. И цель иметь. Цель иметь, да. То есть это должно быть не просто для того, чтобы создать вау-эффект, а она должна иметь какую-то действительно цель. Если этой цели нету, то, наверное, эта инновация не нужна, она будет просто мешать вести урок, и давайте лучше проведем классический, но хороший, эффективный, интересный урок. Ну, кстати, вот мне понравилась вот эта идея, что нужно выходить за рамки класса по часу. Есть такая фраза, мне лично очень нравится – угол зрения меняет картинку. И вот как бы когда ты иногда посмотришь на предмет с другой стороны, ты понимаешь, что он открывает что-то новое. Вот еще одна интересная и важная тема. С 1 сентября каждая учебная неделя в школах и колледжах должна начинаться с исполнения гимна и подъема государственного флага России. Будет? Будет. 5 сентября, это получается первый как раз понедельник, первый день начала недели полноценной, у нас будет подъем флага, будет звучать гимн, туда приглашаются ребята. Первый раз подъем флага у нас будут осуществлять наши 11-классники, будущие выпускники, те, которые действительно показывают хорошие результаты в учебе, в спорте. Это достаточно почетная миссия – поднимать флаг, ответственная миссия. Ребята это понимают и со всей ответственностью подходят к этому процессу. Да, мы готовы, я думаю, большинство школ и все школы готовы у нас в регионе к этому. У нас есть флаг, есть все возможности для того, чтобы организовать этот процесс и провести его достойно. Ну, в детском саду, наверное, это как бы… В детском саду все немного попроще. По-другому попроще, да. Флаг мы не поднимаем, но тем не менее мы тоже не можем обойти стороной вот этот большой вопрос. И мы стараемся оформить вне групповое пространство нашего детского сада с ноткой патриотизма. Все-таки, например, у нас оформлен большой коридор по правилам дорожного движения. Мы его оформили не просто с какой-то вымышленной изображением, с какой-то вымышленной улицы, а у нас там целый микрорайон наш, например, изображен. У нас есть большой коридор, который оформлен достопримечательностями города Самары с информацией по каждой достопримечательности. То есть, например, у нас есть в миниатюре железнодорожный вокзал и полная информация об этом здании, когда он был создан, чем он отличается от других вокзалов, других городов, например. Чем он вообще примечателен? Допустим, у нас есть драматический театр, ладья. То есть здесь уже знают, что есть драматический театр. Да, цирк мы сейчас делаем. То есть мы наполняем тоже коридор, он на стадии формирования. У нас есть большой коридор, который вообще посвящен Куйбышеву, запасной столице. У нас тоже там масса информации о том, что было в Куйбышеве в 1941-1945 годах. У нас есть большая стена, которую мы ежегодно обновляем и размещаем портреты с информацией про дедушек, про бабушек, наших воспитанников, чтобы они тоже знали и помнили их, какой вклад они внесли в то нелегкое время. Поэтому у нас работа вот она такая вот в этом вопросе. Так она организована. Ну, флаг мы не поднимаем. Вы знаете, вот осталось не так много времени, уважаемые гости. Вопрос тоже крайне важный. Вот безопасность, вопрос безопасности. Как будете решать? Потому что, ну, здесь он, скажем так, с разных сторон можно и подходить. И никто не отменял безопасность с точки зрения ковид и безопасность, ну, чисто физическую. Вот что сделано и что планируете делать? Ну, если говорить про школу, то мы с своей стороны, опять же, сделали определенные условия, которые позволят нам не, например, допустить больного ребенка к нам в школу. То есть мы в начале дня будем организовывать термом-3, когда у ребенка измеряется температура, и если у него будет температура больше определенного показателя, который устанавливает Роспотребнадзор, соответственно, мы будем принимать решение о том, чтобы отправить его в медицинский пункт, повторно измерить температуру, ну и потом уже передать его родителям, если все-таки температура повышенная подтвердилась. Если говорить про безопасность физическую, то да, у школ есть физическая охрана. В этом году нам выделяют деньги на эту физическую охрану город, поэтому мы ее можем полноценно организовывать. Круглосуточная охрана вот у нас в лице есть. Есть система контроля доступа турникета, то есть не каждый может попасть. Для того, чтобы попасть конкретно в здание лицеевого, в учебное помещение, нужно пройти и охранника, и турникет. То есть есть много этапов, которые позволяют нам изолировать себя от нежелательных посетителей. Я прошу прощения, Мария Александровна, вот осталось не так много времени, вот у вас как это устроено? У нас также, да, устроена система безопасности, у нас калитка закрывается на магнитный замок, у нас все входа в детский сад закрыты на магнитный замок. Тоже система контроля управления доступом, металлоискатели, также охранник от частной охранной организации. Наш сторож, вахтер круглосуточно, поэтому во время пребывания детей в детском саду они находятся под максимальным наблюдением. У нас видеонаблюдение по территории детского сада, внутри детского сада, в местах общего пользования, по коридорам. Поэтому у нас система очень комплексная. К сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что учебный год пройдет хорошо, и, соответственно, вы получите, мы на выходе получим умных, замечательных детей. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были заведующие детского сада комбинированного вида номер 2 городского округа Самара Мария Шефигульна и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей «Престиж» Алексей Отапин. С праздником вас! Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова